МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На протяжении многих лет православный волонтерский центр «Радость моя» помогает тем, кто оказался в непростой ситуации. Многодетным семьям, воспитанникам детских домов и даже жителям далекого Луганска. Как и любое другое дело, благотворительность требует сил, времени и, самое главное, ресурсов. А если быть точнее, место, где можно было бы принимать и хранить пожертвования. С последним дела у волонтеров обстояли неважно. Но в конце февраля лед наконец-то тронулся, и в Сарове открылся первый гуманитарный склад. О том, как и благодаря чему он появился, в каких вещах чаще всего нуждаются люди и многом другом, нам рассказывала руководитель центра «Радость моя» Анна Виноградова. Анна Юрьевна, мы записываем это интервью в стенах гуманитарного склада, настоящий штаб гуманитарных операций в Сарове. Не могли бы вы рассказать, что это за место, как и благодаря чему оно появилось? Это место – бывший детский сад, находится он на улице Пушкина, Пушкина 24А. Появилось оно благодаря тому, что мы получили грант на развитие именно гуманитарного склада в помощь, в первую очередь, многодетным семьям, женщинам в кризисном беременном, то есть в трудной жизненной ситуации, ну а также самым разным категориям нуждающихся. Работа эта велась давно, но у нас не было своего помещения. И, конечно, вот с тех пор, как это помещение появилось, работа, она вышла на какой-то, ну, другой, новый этап. Вот. К нам даже вот те люди, ну, на протяжении уже многих лет ведь в церковь отдают вещи, жертвуют. Потому что люди понимают, что вещь, которая, ну, на самом деле приличная, хорошая, может кому-то еще послужить и выбрасывать не хотят. И много лет уже жертвуют церковь. Но в последнее время у нас вот, ну, такое было уже маленькое и неприспособленное помещение, что люди, когда приходили, видели там завал от мешков, им даже было неприятно. Они не хотели отдавать, потому что думали, что все это потом пойдет на выброс. Хотя мы никогда ничего не выбрасывали, всегда отдавали нуждающимся людям, но у нас не было возможности что-то сделать цивилизованным путем. То есть в основном вещи подбирались прямо там на месте для нуждающихся, а то, что не было востребовано, отвозили мы в Дивеево. Там уже люди разбирали и выдавали тоже нуждающимся. Вот в Дивеево есть такой, ну, добровольческий, волонтерский, можно сказать, пункт выдачи, там, где люди по благословению своего духовника работают вот так вот, разбирают вещи и приглашают на территорию своего частного строения вот незнакомых чужих людей. Это тоже такой крест, знаете, непростой. А здесь у нас теперь вот прекрасное помещение. Есть комната, где у нас висят и разобранные вещи. Они там мужское, женское, детское, обувь, верхняя одежда, там, белье. Все это лежит аккуратно, сложено, и можно прийти, посмотреть, выбрать, взять. То есть благодаря активности соровчан появился гуманитарный склад? Потому что вещей стали приносить настолько много, что прошлой, ну, коморки, скажем прямо, вам уже не хватало. Ну, на самом деле, активность, она всегда была, а теперь она даже повысилась. Потому что люди, узнав из ваших передач, из радиопередач, из газеты, то, что есть такое место, стали приносить еще больше, на самом деле. И даже те, которые, ну, в церковь ведь не каждый придет, а только тот, кто доверяет. Вот, поэтому сейчас людей стало приходить много, гораздо больше, потому что есть светские люди, которые до церкви не дойдут, а сюда придут. А есть какой-то средний, может быть, облик человека, который готов пожертвовать чем-то ради ближника? Как знаете, ну, не совсем корректное сравнение, там, средняя картина, там, взяточника, возраст 30-35, высшее образование. Вот есть средний облик волонтера или человека, который готов принести вещи? Ну, можно сказать, что волонтер – это отдельная песня, потому что волонтеры у нас в основном люди в возрасте, у которых побольше времени, еще куча энергии, они хотят послужить людям. А люди, которые жертвуют, они самые разные, но я бы выделила, что к нам стали приходить люди среднего возраста, такие, знаете, вот, крепко стоящие на ногах. 30-35, да? Да, может быть, до 40-45, которые приезжают вот на своих машинах, привозят много вещей хороших. То есть они целенаправленно как-то вот, видимо, решили, что надо потрудиться дома, так вот разобрать, чтобы действительно что-то выбрать для людей нуждающихся. То есть вот таких пожертвований достаточно много. А бывает, знаете, вот, когда человек не решается сразу обратиться за помощью, и бывали случаи, когда человек приносит в пакетике, вот, я хочу пожертвовать, скрываем пакетик, а там что-то такое совсем вот, совсем серенькое, совсем такое вот скромненькое. И потом человек, когда у него приняли с благодарностью, сказали, пожалуйста, спасибо вам огромное, там все, что он говорит, а можно мне вот, мне вот там ботинки нужны или еще что-то, да. То есть это для него, вот он принес что-то там, для него это как пропуск, чтобы попросить. Такие случаи тоже бывали. Много к нам стало обращаться женщины вот с детьми, женщин в положении. Одна пришла, там ей помогли, записали еще там на выдачу кроватки, там коляски, много детской гигиенки дали, вот, благодаря детскому миру, который нам очень много передает. Вот, и она привела свою подругу беременную, там, та еще кому-то рассказала. То есть вот здесь вот даже вот в ближайшем районе, даже у меня такое ощущение, что как сарафанное радио сработало. Стали люди приходить с этого района, который к нам здесь поближе, и пенсионеры стали обращаться. То есть вот одинокий пенсионер, вот, живет, жены уже нету, схоронил жену, да, мужчина. Живет как-то вот, раньше она занималась тем, что где-то ему одежду какую-то купят, починят, а теперь-то некому. И вот приходит сюда дедушка, ему тут и курточку подобрали, и ботинки, и еще что-то. То есть, понимаете, вот такая вот, я, наверное, уже перешла от жертвователей тем, кому мы помогаем. Ну, помогающие люди, вот знаете, вот основная черта портрета, что они хотят часть своего времени потратить на то, чтобы кому-то помочь. То есть они созрели для того, чтобы вот сознательно сделать этот вот шаг. Понимаете, ведь можно же выбросить и на помойку, и она гораздо ближе, она в двух шагах, что там в пакеты покидал, да вынес это все. Большинство людей, думаю, так и делают. Да, вот и игрушки выбрасывают, и мебель там, и книжки, и все что угодно. А вы книжки принимаете? Ну, книжки-то только очень хорошие принимаем. Но стараемся, конечно, вы знаете, вот, честно говоря, у самих вот рукани, когда приносят русскую классическую, ну, вот хорошую литературу, но уже издания такие старые, и бумага, ну, уже пожелтевшая, жалко. Потому что содержание, оно важнее того, на чем это, да, на носителя, важнее носителя. Ну, честно говоря, вот отвозим в Дивеево, там разбирают люди, иногда, вот, знаете, живут, там много разных интересных категорий людей. Многие есть без документов какие-то, вот еще кто-то, вот, ну, кто-то берет и читает. Вот. Ну, мы однозначно не берем развлекательную литературу, не берем никакие фэнтези, ничего такого. Почему? Ну, потому что мы не хотим быть распространителями, вот, какой-то там мути, понимаете, то, что для души душевредно, скажем так, вот. Вот, поэтому если мы берем, то мы берем вот классическую литературу, которая, ну, действительно хорошую русскую литературу, либо детские книги, но тоже надо смотреть, какие они. А если мы общую картину возьмем по тем вещам, которых чаще всего нуждаются, ну, люди, которые так или иначе оказались в трудной ситуации, то, что это такое? Верхняя одежда, может быть, или вещи, которые... Зимой – это верхняя одежда, обувь, обувь всегда, обуви мало. Вот у нас, вот посмотришь, у нас, конечно, наверное, покажешь, что ее много. На самом деле, вот такой хорошей обуви, которую можно дать человеку, маловато. Но, в принципе, обувь – это всегда была дорогостоящей частью одежды человека, да, поэтому с обувью проблемы. А если в плане детей они растут постоянно? Ну, да, в плане… Мальчишеская обувь, например, вообще, они же все у них, это горит на них просто, вот, поэтому для мальчиков обуви вообще очень редко бывает такой приличный, вот. Мужской обуви, наверное, меньше, хотя, в общем, и та, и другая обувь нужна. Одежда-то вот висит она, да, вот одежда есть, а с обувью хуже. Если бы кто-то из предпринимателей, например, прошерстил бы свои полочки и увидел бы, ну, какой-то неликвид, может быть, да, дешевые обуви, я думаю, что мы были бы очень благодарны вот взять такую обувь, чтобы она была пускай дешевая, но новая, понимаете, и приличная, вот. А не называя имен, у нас в городе вообще много, ну, так скажем, социально ответственных предпринимателей, что сейчас модно? Или пока еще до Сарова этого волна не нашла? Нет, это есть люди, которые этим занимаются. Ну, во-первых, есть те, которые вот, ну, давно уже помогают нам поездками в детских домах, вот, да, то есть там, как бы, продуктовая помощь, вот. Есть новые в этом списке люди, то есть не называя имен, как говорится, да, есть те, которые много лет помогают, а те, которые появились вот год-два. Есть такие люди. Что касается вещей, ну, может быть, мы просто здесь еще не предприняли каких-то шагов, не предложили людям. Ведь кто такой бизнес-человек? Он очень занятой человек. И до него эту информацию надо донести. Может быть, вот с помощью вашей, как говорится, помощи, да, эта информация до них дойдет, что мы будем рады одежде и особенно обуви, которая новая, но, может быть, не пользуется спросом. Андрей, если мы говорим про молодых, кормящих мам, я так понимаю, не только вещи, то вот и питание тоже можно принести? Ну, вот сейчас пока нет нужды в питании, хотя у нас были случаи, когда нужно было, пропадало молоко, вот, это самое, у женщины, которая только что родила, и мы снабжали детским питанием. На данный момент вот такой вот у нас в семье сейчас нет. Но если будет, мы обязательно об этом сообщим. А вы, кстати, ведете, ну, учет, наверное, не совсем правильное слово, как-то держите на карандаше людей, которые, ну, постоянно в чем-то нуждаются, или вы работаете по принципу, условно говоря, одного окна к вам приходят, говорят, что нужно, вы смотрите, есть или нет, если нет. Ну, у нас тут разные принципы есть. Просто вот у нас есть социальный работник в храме, вот, который в основном все приходят, и у нее в руках телефон, куда, и с просьбами звонят, и с предложениями. Она, у нее голова такая, слава богу, светлая голова, она даже помнит этих людей. То есть она их уже как бы постоянных, и даже вот человек ушел, вроде бы ему ничего не надо. Она вспоминает, вот тогда-то ему было надо то-то, а вот оно вот сейчас вот пожертвовали. То есть может найти этого человека и его позвать, чтобы получить. Вот, то есть это, конечно, зависит от работников. Можно просто чисто спокойно подходить, как, ну, попросили вот это, дали им, и все, дальше кто следующий пришел. А можно по-другому, но получается и так, и так. Понимаете, и то, и другое хорошо. Анна Юрьевна, есть такая тема, она не очень удобная, но мне кажется, о ней стоит поговорить. Есть люди, которые считают, что излишняя благотворительность развращает. Потому что когда человек понимает, что он в любой ситуации может прийти и получить необходимое, он теряет стимул для того, чтобы, может быть, искать работу, развиваться, становиться лучше. Вот вы как-то можете прокомментировать? Ну, я согласна с этими людьми, что это может так быть. Но, как вам сказать, стимул… Ну, мы никогда не дадим всего того, что нужно человеку. И потом у человека всегда потребности, они растут, увеличиваются, меняются. Вот. Мы все-таки даем самое необходимое – поддержать. Скорее, наша цель и миссия – поддержать человека, чтобы он не отчаялся. Вот в самой трудной ситуации, когда он оказался, чтобы он почувствовал, что он не один. Что ему не дадут пропасть. Да, не дадут пропасть. Что где-то там приголубят, что-то там дадут. Вот у нас очень большие пожертвования от детского мира. Много гигиенических средств для детей. Там, да, кремы, там, порошки и стиральные. Вот приходит многодетная мама, она просит одежду для детей, там, или еще что-то. А уже наш работник, он сам знает, что у него вот есть вот такое. Он уже может подарить, ну, как бы, почему говорю подарить? Ну, в подарок дают то, что новое, да? Это не просто вот передают тебе пожертвенные вещи, а дают что-то новое, хорошее, красивое, приятное. То есть сделать человеку приятное. И вот человек обогрелся, ему тут как-то стало полегчало, он уже и плечи расправил, по-другому живет. И он даже потом справляется сам, но знает. Вот если вдруг плохо станет, я вот туда приду, и мне помогут. Это уже хорошо. Панельна, давайте, может, обозначим какие-то сроки, точнее, не сроки даже, а режим работы гуманитарного склада. Когда можно прийти, зачем можно обратиться, как это вообще делается? Ну, мы работаем три дня в неделю. Вернее, у нас, получается, два вечера. Это вторник, четверг с пяти до семи. И суббота с девяти до двенадцати. Это утро. Во вторник и четверг и в субботу можно приносить пожертвования. А выдача помощи производится в субботу. В основном это у всех выходной день. И волонтеров тоже здесь побольше бывает. Вот поэтому субботу мы выбрали как день для выдачи помощи. Хотя бывают экстренные случаи. Например, инвалидная коляска нужна. Она у нас есть. Естественно, я подъеду в любое время и выдам эту инвалидную коляску в прокат. Так что основные три дня. Остальные исключения, кажется, подтверждают правила. То есть по удобству приходим сюда. А люди как-то к вам обращаются предварительно по телефону, узнают, есть или нет, или просто сюда приходят? Да, они звонят либо по телефону Центра милосердия. Это 31452. Либо по моему сотовому номеру, потому что он везде опубликован. И звонят тоже, уже спрашивают, что-то выясняют. Анна Юрьевна, еще один вопрос. А денежные пожертвования можно сюда приносить? Ну, денежные пожертвования нежелательно. Потому что у нас как бы, ну, нет, не приспособлено, чтобы принимать денежные пожертвования. Поэтому лучше, наверное, в натуральном виде. Если, например, сложность какая-то, но человек, например, хочет сделать большое пожертвование, но ему самому там неудобно что-то закупать. Но это исключительный случай, когда вот из рук в руки волонтеру дали деньги, он пошел тут же это, приобрел то, что человек просил. Например, у нас были такие пожертвования на Луганск, когда нам передавали собранные деньги, и мы тут же шли и покупали на них там какую-то вещь. Но пока у нас нет своего счета, поэтому мы стараемся принимать все-таки натуральные пожертвования. Это какие-то юридические препоны, препятствия, или это просто сложно сделать, и нет людей, которые бы этим занялись. Ну, может быть, наверное, нам не хватает волонтеров, владеющих всякими этими технологиями, которые могли бы нам просто организовать этот прием пожертвований. Кстати, чтобы закрыть тему. Через интернет или еще как-то. Вы говорили, что много людей среднего возраста, 30-35, ближе к 40. Есть ребята, которым еще 20 лет, которые уже в это дело выливаются? Нет, молодежи такой вот учащейся. У нас, знаете, исключительно у нас есть организация Витязи православная, да? Вот они включаются в наши акции, помогают нам. Когда у нас вот рождественская, пасхальная, то есть они помогают нас поздравлять детей на дому. Вот здесь такой опыт есть. Потом они поступают в институт, очень многие талантливые уезжают в другие города. А привлечь пока студенческую нашу, саровскую молодежь, нам пока не удавалось. Они настолько заняты своей учебой, и как-то наши сроки не совпадают. Когда у нас идет Рождество, у них сессия. Когда Пасха, у них подготовка к сессии. То есть как-то мы не совпадаем по времени. Мне кажется, что у нас в городе вот это волонтерское движение, оно во многом находится, но не то чтобы в зачаточном виде, просто есть какие-то стихи на организации, которые как очаги всплывают, но объединиться в одной сети они пока еще до конца не успели. Ну, вообще объединиться, это вообще всегда сложно. Всегда легче разладиться, рассориться, разойтись. Даже бизнес часто не стоит. Вроде даже когда друзья лучшие начинают, да, одно дело. И какое-то время работают, потом расходятся. Человеческие немощи наши. Но с другой стороны, может быть, это хорошо, что есть разнообразие. Каждый со своим подходом как-то. Но ведь люди стремятся к хорошему, к доброму. Вот. И дана свобода людям выбирать, как они действуют. Какие-то принципы. Анна Юрьевна, мы поговорили о ежедневной, ну, как ежедневной, о регулярной работе гуманитарного склада, когда саровчане приходят, обращаются или сами приносят вещи, если у них они есть, и они хотят сделать доброе дело. Но кроме этого, я знаю, что вы делаете очень много, ну, так скажем, выездных дел, да, то есть это поездки в детские дома, это помощь гуманитарная Луганску. Расскажите, пожалуйста, об этих, можно сказать, совершении гуманитарного склада, насколько они успешны, удачны, и как вы вообще оцениваете этот опыт? Ну, поездки в детские дома, я не могу сказать, что у нас очень частые. У нас где-то порядка трех-четырех поездок в детский дом, в Темников и в Потьму столько же, да, то есть их, они не очень частые. Вот. Гуманитарный склад, вот, особенно для Потьмы, помогает просто нам это как пространство, собрать здесь все, перевезти. Раньше у нас площадка была поменьше и похуже. Вот. Что касается Луганска тоже, ведь люди приносят пожертвования. Вот, когда мы начинали на Луганск собирать, это были монастырские помещения полуподвального типа, очень сырые, потому что там, ну, здания, в принципе, так построены без, как сказать, без гидроизоляции, вот. А здесь гораздо лучше помещение, оно сухое. Вот. Поэтому мы просто продолжаем те же дела, которые мы всегда делали, но теперь у нас хорошее помещение. Вот. На Луганск мы этой весной отправили, где-то, по-моему, полторы тонны, и у нас еще столько же осталось. У нас был совместный сбор Арзамас с Арзамасом. Арзамас первый раз принял участие. То есть мы свезли все в одно место к нам сюда, и отсюда уже делали отправку. И сейчас ждем, что приедет еще одна машина уже из самого Луганска, и они заберут оставшуюся часть. А еще удивительно, Саров и Луганск. Как их получилось связать? Ну, как-то так вот получилось. Когда там война началась, мы отправляли через Москву, через Братство Всемилостивого Спаса. Это ваша была инициатива, или к вам обратились за помощью? Знаете, они просто предложили, даже вот саму Братство Всемилостивого Спаса, они предложили, говорят, мы же привозим там книги в Дивеево, обратно идет машина по Рожняком. Давайте, если вы соберете продукты, мы отвезем, и из Москвы уже отправиться туда, вот в горячую точку. Вот мы так и поступали, несколько раз было отправлено много. А потом, когда ситуация вроде приутихла, она ушла с информационных, вот из всех каналов центральных, а на самом деле там тлеющий такой уголек-то остается, и люди живут очень неважно. Мы почему-то не стали останавливаться, стали продолжать. И у нас наладились отношения с созданным уже в современное время. То есть вот именно после войны, не сразу, где-то года через два, был создан гуманитарный отдел в Луганской епархии. Именно из-за того, что появилась такая необходимость. И вот мы напрямую с этим отделом сейчас взаимодействуем, со священником, его руководителем. Он отвечает за распределение вот этой помощи, которую мы передаем. А вы сейчас можете сказать, хотя бы ориентировочно, когда следующий сбор помощи стартует? Ну, сбор помощи мы собирались запускать в сентябре. Потому что как раз уже, как бы там и теплые вещи нужны будут, и все такое прочее. А сейчас нам, дай бог, отправить вот то, что есть. Вот так что... Вот к школе, к сожалению, мы не успеваем им сделать отправку, потому что у нас большая акция в Сарове, когда у нас здесь почти 500 детей с Саровских, будут получать школьные подарки, канцелярские принадлежности. Вот, поэтому на Луганск мы не успеем. Ну, поэтому мы будем стараться к Новому году им отправить. Хорошо, что вы упомянули школу, потому что я вспомнил акцию «Смиру по листочку», которая, наверное, уже где-то в августе стартует, да? На самом деле мы уже провели главную закупку. Концтоваров пока они самые дешевые. Вот, и уже потом уже будем докупать и будем собирать средства. Давайте, может, в общих чертах анонсируем, чтобы люди знали, понимали, если у них будет возможность помогли. Ну, где-то в августе мы будем собирать средства для акций «Смиру по листочку». Как бы мы пока в кредит взяли все, да? Мы, чтобы нам все это оплатить. Вот. Ну, мы рассчитываем на примерно такое же количество детей, как в прошлом году. Это где-то 500 человек. Вы будете готовы ранцев собирать, да? Да. С тетрадками, с ручками, с карандашами, со всеми констоварами. Да, да, да. Это для первоклашек. У нас традиционно первоклассники получают ранцы или портфели, как их там назвать. Вот. А уже остальные дети – набор канцелярских принадлежностей. Всяких там. Это люди обращаются к вам с заявками в лантерский центр? Они не к нам обращаются, хотя и через нас тоже приходят такие. Но в основном эту информацию передают социальные службы. То есть это те семьи, которые обращались либо в управление соцзащиты, либо в теплый дом попадали. Вот они знают, что курируют эти семьи, что там знают их положение. Вот. Ну, либо нам звонят, спрашивают, а можно нам? А вот мы там многодетные. Ну, к ним говорят, пожалуйста, приходите. Вносим в список. Вот. Потому что многодетные же семьи разные бывают. Есть люди, которые живут достаточно на хорошем уровне, и они говорят, мы справимся, все, спасибо. Потому что у нас был опыт, когда нам полностью передали список многодетных в Сарове. И мы, когда их прозванивали, они говорят, нет-нет, что у нас все в порядке, все нормально. А другие семьи радовались и говорили, да, мы будем рады этой помощи. Это вам помогает управление соцзащиты, да? Управление соцзащиты и теплый дом, да. Анна Юрьевна, ну, я так понимаю, в рамках акции «С миру по листочку» собирают чисто деньги, да, чтобы в конце ребята каждый уже получили одинаковые францы, рюкзаки, чтобы никому не было видно. То есть вам приносить отдельные рюкзаки, там, констовары. Нет, почему? Вы знаете, у нас вот есть даже человек один, которого я до сих пор в лицо не знаю, потому что он всегда приходит, когда меня нет, и приносит прямо собранные портфели. Вот сколько у него есть вот в этом году, там, возможность, пять портфелей он принесет. Есть у него возможность побольше, он принесет побольше. Этот человек на протяжении уже многих лет не отстает от этой традиции, да, и вовсе ему здоровье. Причем он кладет туда не… Мы, когда делаем общую закупку, мы, конечно, выбираем недорогие вещи, да, такие, ну, нормального качества, но в то же время стараемся недорого. Он покупает очень качественные, хорошие констовары. То есть так, что ребенку приятно взять в руки это вот. Я не говорю, что наше неприятно. Ну, просто вот, ну, как-то вот особенно с любовью собирает эти рюкзаки. Вот, очень молодец. Анна Ильинова, если у журналистов традиционный финальный глупый вопрос, ваши планы на будущее, я его переформулирую. Как вы вообще видите дальнейшее развитие вот всей этой волонтерской деятельности, деятельности по помощи людям в Сарове? То есть создание гуманитарного склада стало вехой, очень важным шагом. Какой шаг может быть следующим? Ну, конечно, хотелось бы видеть социальный центр, церковный социальный центр. А что это такое? Ну, комплексная помощь людям не только вот вещами, там, продуктами, как сейчас, но и какой-то духовная поддержка, какое-то патронирование, может быть. То есть не склад, куда можно принести вещи или забрать вещи, а место, куда можно прийти. Да, вы правы. Вот именно место, куда можно прийти. А такая потребность у людей есть в Сарове? Ну, вы знаете, иногда потребность формируется, когда им предлагают что-то. Когда есть возможность. Да, когда есть возможность. Когда ты приглашаешь человека на какую-то площадку, создавая для него определенную атмосферу, он смотрит, ну, как здесь хорошо-то, я хочу сюда прийти. А до этого он не знал. Вот у нас это потрясающе, я считаю, православный театр у нас, да, православное творческое объединение «Мир». Многие люди, которые приходят туда в первый раз и чувствуют эту атмосферу и настоящего русского театра, и какое-то вот стильно там все так хорошо, душевно, и они уже понимают, что они хотят приходить туда еще и еще раз. Я думаю, что надо создавать такие атмосферные места, и тогда человек сюда захочет прийти. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем волонтерского православного центра «Радость моя» Анной Виноградовой. Анна Ильевна, большое спасибо за этот разговор, желаю вам удачи. Надеюсь, что этот центр со временем станет настоящим большим штабом и вырастет в нечто гораздо большее. Спасибо. Я тоже надеюсь.